Игромания представляет Пресловутой TV нас не касается, многих замечательных сервисов с ним связанных в России как не было, так и нет, поэтому третий бокс мы оцениваем все-таки как игровое устройство, но с рядом дополнительных возможностей. В течение ближайших минут вы узнаете, что кладут в коробку для европейцев, какова реальная мощность новой приставки, чем хорош и чем плох новый контроллер, как не заблудиться в интерфейсе, что умеет Kinect 2.0, какие игры доступны на старте, а также о сервисах, программах в комплекте и других особенностях новой консоли. Коробка ожидаемо зеленая, пухлая и увесистая, словно набита кирпичами. С поверхности упаковки футболист Лионель Месси сурово смотрит на нас и как будто вопрошает, «Зачем вы меня притащили из соединенных королевств холодную Россию?» Даже вот коробка потрепалась в пути. А все потому, что купить Xbox One у нас пока официально нельзя. Такая ситуация продлится по неподтвержденным, но очень правдоподобным слухам еще как минимум до августа 2014 года. Посмотрим, что там внутри. Инструкции. В сторону их воспользуемся, если что-то сломается. А вот дальше и вправду кирпичи. Этот вот называется Kinect 2.0. Камера и моушн-контроллер нового поколения, который по сравнению с предшественником стал строже и солиднее. Все новые консоли от Microsoft поставляются с ним и никак иначе. Отразилось это и на цене. Новый Xbox сегодня — это самая дорогая приставка на рынке. Далее мы находим всякие провода. Высокоскоростной кабель HDMI, шнур питания, еще один диковинный, какой-то заморский. Нам он не пригодится. Далее снова кирпич, блок питания. Надо сказать, он значительно меньше, чем был у прошлого Xbox. Ну и новый контроллер. С ним стоит познакомиться поближе. Несмотря на то, что геймпад Xbox 360 считался лучшим, новую версию очень сильно видоизменили. Во всем, кроме крестовины, для Xbox One переделали, пожалуй, больше, чем стоило бы. Всего инженеры компании насчитали 40 улучшений. Широкие приземистые стики уменьшили и удлинили. Теперь большим пальцем располагаться на шляпках не так удобно, но зато по окружности поверхность стала фактурной. В нее удобно упираться костяшками. Плохим решение назвать нельзя, но и подойдет оно не всем. Точность стиков тоже увеличилась, но до уровня DualShock 4 не дотягивает. Мертвая зона по ощущениям есть, хоть и небольшая. Крестовина потеряла свои половинчатые положения и стала ближе к более традиционным контроллерам. Кнопки бодро щелкают при нажатии. Это не только слышно, это даже ощущается. Самое то для файтингов. Тем более на старте доступен перезапущенный киллер инстинкт. Пусть вас не вводят в заблуждение две новые кнопки по центру с окошечками и полосочками. Это те же самые Back и Start. Просто называются они теперь View и Menu. Кнопку Xbox Guide отодвинули подальше. Раньше особо пылкие игроки частенько нажимали ее случайно. Не на своем месте оказались и бамперы. Они ушли немного ближе к центру устройства, и к ним приходится тянуться. Удобно это только при альтернативном захвате геймпада, когда средние пальцы на курках, а указательные на бамперах. Но такой метод удобен не всем. К триггерам у нас претензий нет. Широкие кнопки с плавным ходом просто идеальны. К тому же у них есть особенный трюк — они импульсные, то есть вибрируют. Для этого в каждом спрятано по маленькому моторчику. По-настоящему это новое введение чувствуется в Forza Motorsport 5. На передней части геймпада есть USB-разъем, кнопка синхронизации с консолью и инфракрасные датчики, которые нужны ему для общения с Kinect. За крышкой с логотипом Xbox, отсек для батарейок или аккумуляторов. Разъем для гарнитуры расположился вот здесь. По словам Microsoft, он высокоскоростной и позволяет улучшить качество передаваемого звука. Впрочем, разницу тут почувствуют только единичные, так сказать, особо чуткие меломаты. По заверениям Microsoft, на 40 улучшений нового контроллера суммарно потратили около 100 миллионов долларов. Но удачными можно назвать далеко не все. Конечно, не нам давать советы, но вот что стоило пригласить для тестов хотя бы парочку заядлых игроков, которые сутками не расстаются с геймпадом, а? Впрочем, кстати, а почему это не нам давать советы? Ау, Microsoft, слышите? Слушайте, ну вот что стоило пригласить для тестов хотя бы парочку с... Ну вот, все, что мы и выше там говорили. А в глубине коробки даже не кирпич, а прям-таки бетонный блок. Сам Xbox One. Солидный, строгий дизайн создавался с учетом того, чтобы он подходил к любой хай-фай-технике в доме. Портит впечатление только глянцевая поверхность. Она мгновенно заляпывается пальцами и уже через час смотрится не так глянцево. Довольно неаппетитно. По габаритам консоль больше PS4, как в ширину, так и в высоту. Плюс отдельный блок питания. Зато такой подход положительно сказался на звукоизоляции. Даже не сразу поймешь, что устройство работает, пока не увидишь светящийся логотип, который к тому же еще и сенсорная кнопка. При включении консоль издает приятные три ноты, а когда выключаете с помощью кнопки, звучат они же, но в обратном порядке. Вот, понимаете, такая музыкальная шкатулка. Привод Blu-ray выбрали такой же, как и у конкурентов, без выезжающей каретки. Сенсорная кнопка для изъятия диска расположилась справа от щели. Слева дополнительные USB 3.0 и кнопка синхронизации с геймпадом. Сзади, как и всегда, всевозможные разъемы для блока питания, вывода звука по оптическому кабелю, для кинекта, плюс еще два USB 3.0, инфракрасный порт, HDMI, кабельный интернет и, отдельно от всего остального, отверстие для генсингтонского замка, как у ноутбуков. Чтобы, значит, не украли. Самое любопытное в этом наборе — это HDMI-вход. В него можно подключить любое устройство, передающее видеосигнал. То есть вы сможете, например, увидеть картинку с PlayStation на своем Xbox One. Правда, задержка будет ощутимой, и на практике такое кощунство ничем, кроме факта, кощунство не ценно. Но вот получать изображение с того же цифрового телересивера — вот это может оказаться полезным. Главный минус дизайна, на наш взгляд, — это отсутствие индикации ждущего режима. Консоль может тихонечко посапывать ночью, скачивая увесистое обновление, и, проснувшись, вы даже не поймете, что произошло. Теперь самое главное — начинка Xbox One. И самая главная интрига поколения — что же мощнее, новый Xbox или новый PlayStation? Ответ. Внимание. По мощности они практически идентичны. Два четырехъядерных процессора AMD семейства Jaguar с частотой 1,75 ГГц. Оперативная память DDR3 объемом 8 ГБ и пропускной способностью 68 ГБ в секунду. Она довольно медленная, и по замыслу это призван компенсировать дополнительный модуль из RAM на 32 МБ. В интернетах бытует мнение, что как раз из-за этого у консоли проблемы с разрешением в играх первой волны. При этом 3 ГБ памяти используется системой, а 5 оставшихся предназначены для игр. Примерная мощность графики была оценена в 1,32 ГФ. Чип также производства AMD. Но 10% этой мощности опять отбирает для себя операционная система. Встроенный Wi-Fi ревизии N не совсем простой, а со стандартом Wi-Fi Direct. Эта технология позволяющая устройствам обмениваться данными в обход роутера. Используется для сервиса Smart Glass, который подключает к консоли ваш телефон или планшет. Второе устройство при этом превращается во второй экран с дополнительной информацией или меню. Но соответствующее приложение скачать пока нельзя. Оно, как и многое другое, недоступно для России. Наконец, звуком вплоть до 7.1 никого не удивишь, как и разрешением 4К для фильма. Но любопытно, что Microsoft не отрицает возможности использовать его и в играх, тогда как Sony строго ограничилась 1080p. От железок перейдем к операционной системе. Она еще больше похожа на Windows, чем на предыдущих игровых устройствах редмандского гиганта. Интерфейс Xbox One — это скорее симбиоз маленьких микроорганизмов, нежели единое целое. Каждая функция — отдельное приложение, что, естественно, накладывает отпечаток на работу всей системы. Поначалу все довольно просто. Вам доступны три отсека. На главном — самое большое окно с активной программой. Снизу — четыре квадрата с последними действиями. Правый угол занимает картинка, обозначающая, какой вставлен диск. В прямоугольнике слева — вся социальная составляющая. Ваши друзья — их последние действия. Список подписчиков — людей, которые вашей активностью интересуются, а вы их нет. Сообщение — быстрый доступ к записанным роликам и достижениям. На противоположной стороне плитка Snap, вызывающая боковое меню. В нем можно запустить любое нужное приложение. Не прерывай текущие дела. В последнем окне можно найти все доступные программы и игры. Справа — столбец с рекламой, а за ним магазин. Игры, фильмы, сериалы, еще приложения и музыка. В крайнем левом разделе вы можете прикрепить все, к чему нужен быстрый или частый доступ. В самом верху — раздел с уведомлениями, смена профиля или подключение дополнительных профилей. Например, гостей, которые решили поиграть в свои игры на вашем Xbox One. В общем, все действительно довольно просто, пока не начнете пользоваться дополнительными функциями. Со Скайпом и Интернет-эксплорером все понятно. Но к этому подключается бесплатное хранилище файлов SkyDrive, программы для съемки игровых роликов, отдельные программы для их монтажа Upload. Кстати, неожиданно мощный инструмент позволяет монтировать, не выходя из игры. Поначалу вас постоянно бросает из одного места в другое. И каждое из приложений некоторое время загружается, даже если вы решили всего лишь проверить сообщение или посмотреть свои достижения. И это заметно портит прежде идеальный баланс между простотой и функциональностью. Впрочем, все эти новые возможности очень легко как внедрить, так и упразднить. Мы считаем, что все еще может измениться. Новая система хоть и может обойтись без Кинекта, но с ним она гораздо удобнее. Для этого есть голосовое управление. Сначала произносите слово «Эксбокс», а дальше — одну из команд. Список немаленький. «Эксбокс. Уотчите ТВ». И с этой простой командой я смотрю «Лайв ТВ». Войти в систему, включить или выключить консоль, записать видео, открыть боковое меню. Взять в руки геймпад придется разве что в настройках. Причем в некоторых играх даже там можно выбирать пункты голосом. Но основной игровой процесс всегда идет на геймпаде. В целом команды распознаются хорошо, только нужно говорить четко, громко и с хорошим английским произношением. Быть может, именно это стало причиной задержки релиза в России. Пока Kinect не будет понимать русскую речь, от него проку вообще-то мало. А ведь Motion Controller — это неотъемлемая часть функционала консоли. Перемещаться по всей системе можно простыми жестами. Для этого нужно поднять руку вверх перед Kinect, и на экране появится курсор. Дальше двигайте его, будто это и есть ваша рука. Схватились за воздух и потянули влево, добрались до правой части меню и наоборот. Нажатием на воображаемую кнопку в воздухе активировали меню. Да, новая версия Motion Controller без проблем определяет глубину. Удерживая ту же кнопку, вызвали дополнительный меню. Схватились и потянули на себя или от себя, увеличили и уменьшили масштаб странички в браузере. На домашнюю страницу можно попасть, разведя обе руки в разные стороны, потом схватиться и свести руки вместе. Обратное действие вернет свернутую программу. В целом, операционную систему нельзя назвать сложной или громоздкой. Ненужными вам приложениями можно и не пользоваться. Но очень уж много очевидных промахов. Например, медленная загрузка приложений. И ведь их не одно-два. Зачастую надо разом пройтись по нескольким, и тогда это превращается в мучение. Также с геймпада не хватает быстрого доступа к функции «Поделиться видео», как у конкурента. Да и запись 5 минут против 15 тоже не в пользу западной приставки. А скриншоты бокс и вовсе снимать не умеет. Над программным обеспечением еще работать и работать. Зато эксклюзивных игр для Xbox One на старте оказалось предостаточно. От беззаботного боевика про разделку зомби до красочных полетов на драконах. Если в цифрах, то 4 крупных эксклюзива и еще 2 по мягче. Крайтек приготовил псевдоисторический боевик Rise, Son of Rome, про мстительного легионера Мариуса Тита. Его эскопада начинается с нашествия варваров, в результате которого вся семья отправилась в загробный мир прямиком к Орку, богу смерти древних римлян. Отец и вовсе умирает прямо на глазах сына. Убивая на своем пути всех британцев, Мариус использует несколько простых приемов. Удар мечом, отталкивание щитом, блок и кувыров. Противников при смерти он может красочно добивать в ходе квиктайм-ивента. Геймплейную часть немецкие бюргеры благополучно завалили. Она по обыкновению получилась у них неказистой и неглубокой. А вот чего не занимать, так это графического буйства. Блестящие доспехи, богатые убранства императорских строений, проработанная мимика и зрелищное освещение — в этой игре есть все, чтобы порадоваться новым мощностям. Только разрешение не дотягивает до желаемых 1080p. Живая мертвичина в очередной раз наносит удар. На этот раз в городе Лос-Пердитос в Dead Rising 3. Принципы в триквеле все те же. Собирай кучу хлама на доступной территории, из него в мастере самые сумасшедшие орудия убийства и кроши в труху толпы зомби. Изменились только масштабы. Зомби тут многие десятки, а иногда кажется, что и сотни. Но всем им достанется от нового героя — механика Ника Рамоса. Он не просто может слепить единственное оружие из косы и катаны, но соорудить не менее смертоносный инструмент из мотоцикла и катка. Вся игра исключительно про то, как пробраться на волю через орды ходячих трубов. Невероятной графики вы тут не увидите. Разрешение 720p, а частота кадров в среднем держится в районе 20. Но зато посмотрите, сколько тут зомби! Главный гоночный симулятор семейства Xbox — Forza Motorsport — с пятой части выходит на новый виток развития. И дело не столько в графике, а она здесь впечатляющая, сколько в детальности и бережности всех элементов. Каждая из двухсот машин разных эпох воссоздана невероятно скрупулезно. А еще новая Forza может похвастаться уникальной придумкой под названием Drive-A-Tar. Система позволяет создавать виртуальных представителей каждого игрока с его манерами поведения на дороге. Их игра загружает из облака в сессии других гонщиков, тем самым превращая каждый заезд в соревнования с практически настоящими людьми. Никакого больше искусственного интеллекта из пробирки. Благодаря договоренности с легендарным шоу Top Gear через некоторые этапы гоночной карьеры вас проведут ведущие британской версии во главе с неподражаемым Джереми Кларксоном. И, конечно, вы пронесетесь по их знаменитому тестовому треку. Весьма особенный подарок приготовила Microsoft, перезапустив Fighting Killer Instinct, при этом не побоявшись пойти на смелый эксперимент, сделав монетизацию в виде фри-то-плей. Один боец и одна арена — бесплатно. На них вы сможете понять, понраву ли вам здешняя боевая система, а потом, если по нраву, уже докупать все желаемые элементы по отдельности. Ну, или все сразу. Не хотите играть никем, кроме Сайбервульфа? Прекрасно, сэкономьте кучу денег. А чтобы получить от игры максимум, заплатите не больше, чем за любую другую игру. Убойный саундтрек и смачные комментарии ведущего не стоят ни копейки. Пока бойцов всего восемь, но со временем их список обещают пополнять. В остальном Killer Instinct вполне может конкурировать с лучшими представителями жанра. Менее масштабные проекты представлены рельсовым боевичком про драконов Crimson Dragon от создателей серии Panzer Dragoon про то же самое. Второй проект — экшен LocoCycle, главным героем которого стал мотоцикл со сложным искусственным интеллектом. Обе игры можно смело пропускать. Для контроллера движений Kinect игр к началу продаж состряпать не успели. Можно лишь опробовать одну дисциплину в красочной Kinect Sports Rivals. Это гонки на водных мотоциклах. По одной трассе непонятно — лучше стало работать распознавание движений в новой версии контроллера или оно работает так же. Геймплей, как и раньше, честно говоря, не слишком разнообразен. Даже Xbox Fitness — не самый лучший пример использования всевидящего Oco Kinect. В отличие от конкурентов, в тренажере используются обычные видеозаписи известных инструкторов, а контроллер только оценивает ваши действия. У виртуальных тренеров Fitness Evolved от Ubisoft куда более индивидуальный и обширный подход. К тому же тут за каждый отдельный курс упражнений надо будет отдать немало денег, либо придется купить золотую подписку в Xbox Live. Вот так обстоят дела у консоли нового поколения от Microsoft. Xbox One получился на редкость с навороченным устройством, в котором базовые функции не до конца продуманы, а некоторые и вовсе не обязательны. По мнению игромании, приставка слишком уж старается быть заменой сразу кучи устройств, ради чего пришлось пожертвовать удобством и простотой. Игры, хоть они и не отодвинуты на второй план, но и переворота не совершили. Хочется верить, что со временем Microsoft сможет исправить ситуацию в пользу игроков. Потому что, как ни крути, Xbox One в первую очередь для них. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok